Ведущая передачи «Уголовный процесс» Ведущая передача 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 «Уголовный процесс» И тем самым, в общем-то, снижает степень Содеянного им в дальнейшем Также здесь нужно говорить о том Почему я сказала При определенных условиях Может быть такое обстоятельство расценено Хочу привести пример Из судебной практики Так, гражданин на учет В наркологический диспансер Встал за один день до постановления приговора Хотя прошло 5 месяцев С момента преступления И два месяца с того момента, когда он получил заключение эксперта о том, что он страдает наркоманией и нуждается в лечении. Конечно, при таких обстоятельствах, когда он встал на учет за день до постановления приговора, суд не смог расценить это обстоятельство как направленное на заглаживание вреда и, собственно говоря, правильно сделал. Понятно, что этот шаг был сделан для того, чтобы смягчить свою ответственность, но не свидетельствовал о том, что он, в общем-то, искренне и вовремя раскаялся и решил, в общем-то, лечиться в данной сфере. Позволю себе маленькую ремарку, что совершить это могут только те люди, которые находятся на мере пресечения, не связанные с лишением свободы или с ограничением свободы. Да, Слофья, безусловно. Встать на учет могут только те, которые свободно передвигаются на подписки о невыезде. Следующим способом заглаживания вреда, причиненного наркопреступлением, можно считать проведение различного рода профилактических занятий со студентами, со школьниками. Это могут быть занятия, например, об истории наркоторговли, об опиумных войнах, которые, в общем-то, очень негативно повлияли на развитие целого ряда азиатских регионов. Это могут быть беседы о негативных социальных последствиях употребления наркотиков, о разрушенных семьях, несостоявшихся карьерах, сломанных судьбах. Это могут быть занятия, которые касаются последствий для здоровья, потребления наркотических и сильно действующих веществ. Это могут быть лекции, в которых говорится об опасности объявлений, которые мы периодически встречаем, штампованные на заборах, особенно где-то на окраинах городов, особенно в регионах. На асфальте, где предлагается для подростков работа мечты с высочайшим заработком, на самом деле, это работа для наркокурьеров. Как раз таким нехитрым способом молодые люди вербуются для совершения наркопреступлений. Ну, еще раз, позволю себе маленькую ремарку. Что это могут быть вопросы, обсуждаемые о наказании? Так как за наркопреступление предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. И поэтому можно говорить о наказании и проведении 20 лет вне свободы. И это будет тоже одним из видов профилактики. Следующим способом заглаживания вреда я могла бы назвать как раз удаление вот этих объявлений. И на практике уже есть такие случаи, когда лица закрашивают эти объявления в большом количестве, что тоже может судами расцениваться как заглаживание вреда. Как заглаживание вреда при определенных обстоятельствах мы можем учесть и, например, обращение интернет-блогера, да, к многотысячной армии своих подписчиков. При этом нужно понимать, да, каково содержание вот этого обращения. Если он просто приносит извинения всем, да, и говорит, что раскаялся, ну, вряд ли мы можем говорить о заглаживании вреда. Скорее о раскаянии, да. А если он говорит о вредных последствиях, да, там, для себя, для своих близких, для каких-то других людей, да, и именно осуществляя тем самым профилактику данного вида преступлений, конечно, можно расценить это как меры, направленные на заглаживание вреда. Вместе с тем встречаются достаточно экзотические способы. Так, например, гражданин обратился с письмом в редакцию Норильской газеты «ОК», в котором принес свои извинения за содеянное, за изготовление наркотического вещества. Вот, но письмо это опубликовано не было, вот, по понятным причинам, я думаю, соответственно, суд не признал такие действия, как обстоятельства, которые направлены на заглаживание причиненного вреда. И важным условием для заглаживания причиненного вреда является сопоставимость вот этого заглаживанного вреда с обстоятельствами совершенного преступления и данными о личности. Хочу привести пример из судебной практики. Вот гражданин был осужден как раз по 228 статье Уголовного кодекса. Он на благотворительность выплатил 12 тысяч рублей, но суд пришел к выводу о том, что сам факт совершения такого преступления студентам медицинской академии, который страдает наркоманией... Которому лучше всех известны последствия наркотической зависимости. В этом случае он обладает повышенной степенью общественной опасности, и те 12 тысяч, которые он отдал на благотворительность, все-таки являются несопоставимым с совершенным им деянием и данными о его личности. Великолепный пример, Оксана Валентиновна. Ну и позвольте мне, я расскажу об одном случае своей практики. У меня в производстве было уголовное дело, где молодой человек был подсудимым, и ему вменялось покушение на совершение сбыта наркотических средств. И мною было предложено в качестве заглаживания вреда совершить следующие действия. В хоспис в качестве благотворительности на лечение определенного конкретного человека им были перечислены денежные средства, а точнее не им, а от его имени. И второй момент. Он написал статью, которая потом была прочитана в учебных заведениях. Статью о профилактике наркопреступлений. И в соответствии с этим у меня возникает вопрос. Будьте добры, Оксана Валентиновна, подскажите, возможно ли заглаживание вреда через третьих лиц, друзей, знакомых, адвокатов, так как лицо, желающее загладить вред, может находиться на мере пресечения, связанной с лишением свободы? Да, Софья, вопрос очень правильный. Безусловно, если лицо в силу объективных причин, когда оно находится под домашним арестом или запретом определенных действий, или находится под стражей, не может самостоятельно принять меры по заглаживанию вреда, либо же по понятным причинам его просто не пустят к школьникам и студентам для проведения профилактической работы, а в этом случае он может поручить осуществить меры по заглаживанию вреда своему защитнику, друзьям, родственникам, иным лицам, которые могут провести и профилактические беседы, пригласить докторов, которые на медицинском уровне расскажут о негативных последствиях употребления наркотиков для здоровья, и могут в том числе закрасить и уничтожить объявления, о которых мы говорили. В этом случае необходимо составить договор, где будет указано, что именно от имени данного лица действуют его друзья, родственники или защитник, и, соответственно, этот договор потом может быть приложен к материалам уголовного дела вместе, например, со справкой о проведении мероприятий в школе, с актом выполнения работ, фото- и видеоматериалами, которые подтверждают факт уничтожения этих объявлений, и, конечно, все это будет доказательствами того, что обвиняемый принял действенные меры, направленные на заглаживание причиненного наркопреступлением вреда. Оксана Валентиновна, но у меня возникает соответствующий вопрос. Прекращают ли суды уголовные дела небольшой и средней тяжести в связи с применением статьи 76 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с назначением судебного штрафа по наркопреступлениям, то есть по преступлениям данной категории? Да, Софья, уголовные дела по данной категории преступления безусловно прекращаются. Здесь для того, чтобы прекратить уголовное дело с применением судебного штрафа, суд должен убедиться, что преступление совершено впервые, что вред, который причинен этим преступлением, заглажен. И очень четко и очень важно понимать, что обстоятельства совершенного преступления данную личность, они соразмерны тем мерам, которые направлены на заглаживание причиненного вреда. Я хочу привести несколько примеров из судебной практики, поскольку здесь мы не можем сказать, что есть какой-то общий четкий шаблон, согласно вот в этом случае мы прекращаем, а в этом не прекращаем. Все зависит от мельчайших деталей и обстоятельств уголовного дела. Так, например, судом было установлено, что гражданин ранее не судим, впервые совершил преступление, чистосердечно признался в совершении преступления, осознает противоправность своих действий и в целях восстановления нарушенных интересов общества и государства оказал благотворительную помощь республиканскому дому ребенка, приобретя необходимые детям одежду и канцелярские принадлежности на общую сумму свыше 17 тысяч рублей. В судебном заседании признал недопустимость употребления наркотических средств и осознал негативные последствия этого. И суд обязательно в данном случае учел данные у его личности, которые не состоит на учетах, имеют место работы, его супруга находится в состоянии беременности, он положительно характеризуется с места работы, имеет благодарственное письмо из дома-интерната для престарелых и инвалидов за особую поддержку и оказанную благотворительную помощь в поставке продуктов питания в период закрытия учреждения на режим самоизоляции, ежегодную поставку меда и неоднократную помощь в благоустройстве территории. А грамоты о спортивных достижениях, где он был чемпионом республики в составе волейбольной команды во время учебы, конечно, при таких обстоятельствах суд совершенно спокойно прекратил уголовное дело с применением судебного штрафа, и это решение устояло выше стоящих инстанций. Как правило, государственные обвинители в силу ведомственных причин, я бы сказала, возражают против прекращения и приносят апелляционные жалобы, в которых примерно вот такие формулировки. Участие в благотворительной деятельности является его личной инициативой и не свидетельствует о том, что преступление и его личность перестали быть общественно опасными. Но суды, как правило, если лицо признает вину, дает признательные подробные показания, участвует в благотворительности, имеют положительные характеристики, суды прекращают. И с какими формулировками они это делают, тоже очень важно. Суды указывают, что лицо снизило степень общественной опасности совершенного им деяния, и его действиями компенсированы негативные изменения, причиненные преступлением, охраняемым уголовным законом, общественным отношением. Но хочу привести несколько примеров, когда суды отказывают в прекращении уголовного преследования по данным категориям дел в связи с применением судебного штрафа. Так, например, гражданин оказал неповиновение сотрудникам полиции при задержании, пытался избавиться от наркотических средств, был привлечен к административной ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Из имеющейся справки видно, что ранее привлекался к административной ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача. И суд пришел к выводу, что перечисление 10 тысяч рублей на благотворительность само по себе не свидетельствует о том, что осуществлено было восстановление нарушенных прав и интересов общества и государства. Или другой пример. У гражданина не выяснялся вопрос, намерен ли он впредь отказаться от употребления наркотических средств. В уголовном деле, согласно его показаниям, есть сведения о том, что будучи водителем автотранспортного средства, он один раз в месяц употребляет наркотическое средство мифедрон, при задержании он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. И в таких случаях мы понимаем, что если водитель, находясь за рулем, являясь источником повышенной опасности, употребляет раз в месяц наркотическое вещество, и непонятно, соглашается ли он отказаться от употребления наркотических средств, в этом случае прекращение уголовного преследования в связи с перечислением 10 тысяч рублей является нецелесообразным. Другой пример. Согласно заключению экспертов, у гражданина обнаруживается синдром в зависимости от нескольких психоактивных веществ, алкоголя, канабиоидов, психостимуляторов в средней стадии, он страдает наркоманией, алкоголизмом, лечением от которых нуждается. При этом он 15 дней пролечился в стационаре наркологического диспансера. Но в этом случае мы понимаем, что перечисление им денег на благотворительность все равно в должной степени не снизило общественную опасность. И при таких обстоятельствах, конечно, уголовное преследование данного лица прекращено быть не может. Но я хочу сказать париоры довода государственного обвинения и прокуратуры о том, что личная инициатива и пожелание возмещения вреда по любым преступлениям это всегда личная инициатива подсудимого, обвиняемого или подозреваемого. И по-другому этого быть не может. Но у меня, конечно, возникает к вам вопрос. Оксана Валентиновна, почему, как правило, суды расценивают меры, принятые в качестве заглаживания вреда, не как заглаживание или возмещение вреда, а как иные смягчающие обстоятельства, предусмотренные Уголовным кодексом? Спасибо, Софья. Это очень интересный и очень важный вопрос. Дело в том, что, как я уже говорила, мы не можем определить конкретный вред, который причинен в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Одно дело, когда преступления небольшой тяжести, которые, как мы только что с вами говорили, могут быть прекращены. Предполагается, что преступления небольшой тяжести сами по себе не причиняют значительного ущерба, имеют небольшие общественно опасные последствия. И здесь мы говорим, что дело может быть прекращено. Если же мы говорим о наркопреступлениях с использованием крупного размера наркотических средств, или о сбытии, например, наркотических средств, мы не понимаем, каков конкретный размер ущерба, вреда, причиненного данными преступлениями. Сколько лиц вовлечено в данную преступную деятельность, которая может быть не установлена следствием. Если лицо наркозависимое, но привлекается в первый раз, мы же все равно понимаем, что до этого, очевидно, наркозависимость не возникает на пустом месте, и лицо совершало неоднократно противоправные действия в данной сфере. И вот когда суды не могут определить размер вот этого ущерба, размер этого вреда, который априори является достаточно большим, они не могут, так скажем, признать смягчающим обстоятельством, которое предусмотрено пунктом К статьи 61, первое, заглаживание вреда, причиненного преступлением, потому что они не понимают размер этого вреда, объективно не могут понять и не могут сопоставить его с принятыми мерами. Но и тогда остается открытым вопрос, когда преступление не окончено. Покушение на совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, но тоже имеет место заглаживание вреда. И как определить меру, количество и качество заглаживания вреда, насколько это тяжело судам? Тяжело определить судам, но при этом, как правило, суды всегда признают это обычными смягчающими обстоятельствами, которые предусмотрены статьей 61 Уголовного кодекса, но не признают именно по пункту К, поскольку пункт К требует снижения наказания как минимум на одну треть. Но это действительно важно для подсудимых и их защитников, такая мера смягчения наказания. Оксана Валентиновна, благодарю вас, потому что ваша статья действительно очень интересная и очень злободневная. И думаю, что не все коллеги глубоко в нее погружены, а теперь вы раскрыли более чем широко и обстоятельно эту тему. Я благодарю вас и уважаемые зрители. Смотрите наш канал. Мы будем еще неоднократно публиковать различных спикеров, приглашать их, ну и в том числе, конечно же, нашу Оксану Валентиновну. Всех благ. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»!